ну что новый год совсем близко совсем рядом чуточку расстояния и мы в новом году но перед тем как проводить старый мы должны что сделать запечь вкусную свинину потому что у русского человека без свинины ни один новый год не обходится смотрите что я сделал я взял на рынке ребра свинные зачистил их слегка почему на рынке они в магазине да потому что в магазине блин они там все отдирают остаются одни кости а нам нужно чтобы на на ребрах было мясо да причем и побольше здесь же прослойки здесь жирок это все вытапливается в процессе приготовления и мясо на реберное аж слюна пошла получается сочная и вкусная сразу подготовил противень на котором будет все запекаться как говорил блестящая сторона матовая сторона блестящей стороной наверх вот так вот укутываем противень почему это делаю чтобы блестящая сторона отражала тепло со всех сторон и свинина готовилась равномернее теперь берем просто и немножко смазываем маслом я это делаю не для того чтобы в свинине как будто бы нет жира да она тоже жирная и жир из нее будет вытапливаться просто на этом этапе нам нужно что сделать обвалять в масле для того чтобы свинина стала липкой масло мы используем в качестве прилипалки для специй трав берем мелко нарубленные пол луковицы и 5 зубчиков чеснока но рубить можно как угодно я не стал это делать при вас я сделал это заранее распределяем лук чеснок теперь берем розмарин снимаем веточки тимьян снимаем листочки все остальное в мусор листочки снимаем потому что ароматные травы это самое лучшее что может быть для свинины иначе некоторые из гостей скажут блин такой вкус какой-то вот как свиной нам нужно его максимально нивелировать и скрыть но мне кажется в общем во многих кухнях мира к этому и стремятся повара для того чтобы скрыть вкус свинины то есть если мы берем говядину то мы ее стараемся подчеркнуть а свинину мы стараемся скрыть я не знаю ни одного повара кто бы жарил свинину без приправ и и наслаждался бы ее первоначальным вкусом поэтому мы посыпаем все это ароматными травами розмарин очень сильная специя дальше это у нас каенский перец острый острый перец во первых с помощью него мы придадим пикантность во вторых придадим цвет нашему куску мяса потому что смотрите как выигрышно и выгодно выглядит мясо с красным перцем просто шикарно цвет сочные цвета которые находятся у нас на противне дальше у нас вкус вкус это молотый кориандр мы берем молотый кориандр и посыпаем нашу свинину обильно посыпаем молотым кориандром он очень хорош к свинине по желанию здесь можно добавить и мускатный орех и гвоздику и корицу кто что любит но не забываем что у нас еще кусок мяса не посолен поэтому крупную соль обильно обильно солим часть питается часть останется на противне еще один маленький секрет совсем капелька уксуса у меня нет яблочного у меня нет обычно уксом не завалялся случайно уксус хересный вы помните когда мы делаем шашлык из свинины что мы как мы его маринуем называется даже еще советский рецепт шашлыка свинина лук и уксус так вот с помощью уксуса мы свинине придадим тот наш вкус детства который я например помню еще с красноярска и так мы добавляем уксус и вот теперь у нас замкнулся ароматический круг так все главное не переборщите нам у нас нет задачи свинину сделать кислой у нас есть задача подчеркнуть вкус и теперь мы и массируем супер все переворачиваем теперь им нужно час постоять при комнатной температуре для того чтобы маринад проник внутрь соль специи все вместе объединилась ставим в духовку на полтора часа температура 100 градусов но пока готовится мясо приготовим гарнир причем будем готовить его из красной качаной капусты но белая всем уже надоело давайте готовить из красной для начала лук лук полукольцами произвольно самый красивый разрез из всех овощей мне кажется у красной качаной капусты это просто какое-то это картина природа создает нам такие витиеватые рисунки что дед мороз отдыхает и так капусточку берем ну и соответственно режем так чтобы у нас получилось соломка чем тоньше мы и нарежем тем она быстрее сварится берем небольшую кастрюльку наливаем сюда несколько столовых ложек масла и отправляем туда лук пока что без капусты слегка помешиваем палочкой корицы слегка обжарили лук палочку корицы бросаем и следом добавляем сливочное масло кусочек граммов 20 теперь добавляем чеснок обязательно добавляем тмин щепотку тмина много не нужно растираем в руках и отправляем сюда для того чтобы ароматы раскрылись во время обжарки я люблю мускатный орех поэтому без него в этом блюде я обойтись не могу небольшая щепотка и все зимние ароматы собраны в одной кастрюльке теперь мы должны это все помешать увеличиваем огонь вот теперь они раскрылись когда нагреваются специи в масле они источают такой рождественский какой-то аромат обязательно черный перец черного перца не жалеете немного соли и как вы уже поняли парочку свежих лавровых листьев листочков мы сделали ароматическую базу теперь сюда отправляем капусту выкладываем все это кастрюлю капусту обжариваем две минуты после этого мы берем бальзамический уксус ложка с дырками и наливаем пару столовых ложек капусту перемешиваем даем уксусу испариться накрываем капусту сковородкой можно конечно и крышкой но сковородкой лучше и убавляем огонь до минимума оставляем тушиться минут на 15 какие румяные ребра получились как вы уже поняли после того как два часа они простояли при 100 градусах я взял весь этот противень и поднял его под вертикальный гриль на 10 минут включил верхний тэн и корочка стала хрустящей золотистой и помните как только вы достали свинину из духовки ни в коем случае нельзя резать ее сразу потому что иначе весь сок у вас вытечет дайте отдохнуть хотя бы минут 10 оставьте в покое и тогда вы получите офигенный результат смотрите она прям сочится соком но сок так быстро не выбегает если бы мы резали ее горячий отрезаем несколько кусочков шикарно выглядит просто великолепно мясистые настоящие ребра не такие дохлые блин как встречаются в магазинах так черный перчик обязательно можно чуть-чуть соли потому что соль есть сверху но внутри и мало а теперь та самая красная капуста капуста получилась у нас шикарная выкладываем ее на тарелку запах просто великолепный потому что капуста и бальзамический уксус они созданы друг друг для друга так сюда мы укладываем ребра смотрим как сделать так чтобы по было красивее вкуснее а теперь немного украшение это чили перчик нужна пикантность нужен цвет нашей тарелочки обязательно ялтинский сладкий лук как мы без него какое мясо будет у нас без сладкого лука зелень какой вы любите это все вот так вот перемешиваем чтобы полосочки лука у нас разошлись потом это руками собираем наше блюдо украшаем сочные мягкие ароматные куски мяса на новогоднем столе порадует не только ваших гостей но их желудки меня зовут василий мельяненко подписывайтесь на наш канал я приготовлю ваше настроение а вы приготовите такие же шикарные блюда как я вам показал